Основными участниками Первой мировой информационной войны были Британская империя, Соединенные Штаты Америки, Фашистская Германия и Советский Союз. Решение о начале этой войны было принято в 1943 году 20 августа в Кейбеке на встрече президента США и премьер-министра Британии Черчилля по предложению Черчилля. Почему это произошло? Потому что надежды на то, что Гитлер сможет уничтожить Советский Союз уже не оправдались и после разгрома на Курской дуге всем стало понятно, что наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне. Поэтому поставлена была следующая задача. Убрать Гитлера, поставить во главе Германии режим лояльный полностью Британской империи США и направить мощь Вермахта вместе с британскими войсками, американскими войсками против Советского Союза. Это план Валькирия. 20 июля 1944 года началось также Варшавское восстание. То есть польские войска подконтрольные Лондона должны были захватить Варшаву, затем вместе с Вермахтом направиться для захвата Западной Украины, Западной Белоруссии. Советский Союз должен был остаться в границах 1939 года. Это не удалось. Дальше был план Черчилля «Немыслимое нападение на Красную армию 1 июля 1945 года», в котором должны были действовать 25 германских дивизий, которые были полностью сохранены. Это также не удалось. И вот после этого на арену выходит знаменитый Алан Даллас, который всем нам известен по фильму «17 для вене весны». Именно он вел закулисные переговоры с СС по вопросам сдачи позиций. Алан Даллас был назначен осенью 1945 года руководителем Генерального штаба информационной войны против Советского Союза, Совета по международным отношениям. Он располагается и поныне в Нью-Йорке. Так вот, одна цифра. 24 года Алан Даллас возглавлял этот орган. Он 8 лет был директором Центрального разведуправления, 5 лет был заместителем директора Центрального разведуправления, но 24 года он возглавлял этот Генеральный штаб. Ключевая задача, которая была поставлена, разработать стратегию развала Советского Союза после того, как был сделан вывод о том, что военным путем Советский Союз победить нельзя. И ключевое значение в этом деле было определено следующим образом. Господин Кеннон, сотрудник разведки Госдепартамента США, который одновременно являлся сотрудником посольства США в Москве, разработал концепцию, в основе которой лежал принцип слабоазвина. При смене власти в Советском Союзе, писал он, наступит анархия. И нужно этим воспользоваться. Вот Алан Даллас эту доктрину, которая была изложена в длинной так называемой телеграмме Кеннона, использовал. И к власти в Советском Союзе вместо Пономаренко, который должен был прийти на смену Сталину, пришел Хрущев с группой глобалистов. С моей точки зрения, это был ключевой момент информационной войны против Советского Союза. Второй момент – приход Горбачева к власти, также при поддержке Совета по международным отношениям, который уже произошел в 1985 году. В своей новой книге «Первая мировая информационная война. Развал СССР», которая вышла немногим более месяца назад, я заявляю открыто о том, что и приход к власти Хрущева, и приход к власти Горбачева был осуществлен при поддержке Совета по международным отношениям и, прежде всего, британской разведки МИ-6. Ну, а ЦРУ, с моей точки зрения, является филиалом британской разведки МИ-6. Что произошло в августе 1991 года? Я впервые, пожалуй, делал вывод о том, что ГКЧП был последней попыткой Горбачева сохранить свою власть. За 6 лет управления Советским Союзом внешний долг СССР вырос в 5,5 раз, а золотой запас уменьшился в 11 раз. Это только наиболее зримые результаты антигосударственной деятельности Горбачева. С моей точки зрения, этот человек нуждается в том, чтобы публично быть осужденным, но именно, подчеркиваю, общественным трибуналом, для того, чтобы все-таки понять, как мог этот человек проводить такую антигосударственную деятельность, нанося ущерб Отечеству, в котором он сам родился и вырос. Вывод общий из книги заключается в том, что механизмы ведения информационной войны против Советского Союза, они по-прежнему продолжают действовать только уже против современной России. И если мы посмотрим на празднование 60-летия Великой Победы, то нам, конечно, нужно помнить, прежде всего, о том, что на оккупированной фашистами территории было убито физически 10 миллионов 700 тысяч человек. Более миллиона человек погибло в ленинградской блокаде, то есть около 12 миллионов человек было физически уничтожено, в основном это были молодые люди. Так вот, я считаю, что это была одна из основных целей Британской империи, уничтожение цвета, по сути, нации Советского Союза, молодого поколения, для того, чтобы уничтожить основы государственности России. И это, конечно, очень кощунственная цель, и Британская империя, и те идеологи этих варварских действий, конечно, должны понести за это ответственность, потому что именно они привели Гитлера к власти, они финансировали его приход к власти, и они нацелили его на Советский Союз. Более того, в этой книге я впервые делаю сенсационный вывод, что и нападение 22 июня внезапное на Советский Союз было осуществлено не только фашистской Германией, но и при поддержке британской разведки, в недрах которой было в 1939 году создано специальное управление для организации внезапного нападения фашистской Германии на Советский Союз. Поэтому и удар 22 июня был таким внезапным, мощным, потому что помогали немцам агенты британской разведки, которые действовали и внутри части руководства Красной Армии.